...это все равно не за то, что мы не можем делать между странами... Я бы сказал, что с ней с экономической точки зрения, с предпринимательской точки зрения. Я бы сказал, с предпринимательской, не только экономической. Видите, если предприниматели, я участвовал в больших, маленьких компаниях, если мы проводим годовое собрание или полгодовое собрание, один раз Бауски, потом Далгаупился, потом Вильнюса, Каунаса, Таллини, или даже более глобальном, если мы это организуем, конечно, если первый раз это организует Таллин или Тарту, они хотят себя как-то показать. Но, конечно, на это выделяется средство. И не то, что там никто ничего не считает, но у каждого есть какой-то свой подход, как он это делает. Но считать от того, что ты получишь от годового собрания, чистых доходов, и сколько чистые на это расходы, это бизнес интересует, какова прибыль в конце года, сколько мы обучили работников, с какой мы получили... Но, опять, я думаю, что Дания, может быть, очень хорошо делает, но она уже несколько раз организовала. Она показывает, что... Послушайте, я Литва организовала в первый раз. А не гостеприимство вообще, вы правы. Затраты были... Вепрараты, да. Я по поводу денег в песок, это не совсем так, не деньги в песок, деньги на крыше и на фасады. И у меня вопрос к господину Пилдыговичу. Послушайте, мой коллега, вот публицист газеты Дэйна Марис Андерсона, на днях он комментировал документ, поданный МИДом в правительство, где, значит, представляемое вами ведомство хотело бы отремонтировать... Пишет, что хотело бы отремонтировать несколько посольств, трата на ремонт, увязывая с президентурой Латвии в Европейском Союзе. Каким образом связано одно с другим, риторически спрашивает мой коллега. И, ну, это действительно, там уже речь идет о вопросах о деньгах, и пусть это там, может быть, и 10 тысяч латов, но они тоже важны. Это тупрека, правда? Безусловно, я считаю, что надо смотреть каждый конкретный случай. Хорошо. И если идет речь о... Расскажите мне, пожалуйста, гидроизоляция посольств в Австрии и Чехии. Вот. Это очень нужно для президентуры. Я не понимаю, почему это нужно для президентуры, но не нужно в обычных условиях жизни посольства. Или мы, получается, гидроизолируем на полгода, тратя на это деньги, а потом это никому не нужно, стоит и разрушается. Так получается? Естественно, нет. Естественно, эти работы будут проводиться в тех помещениях, в тех местах, где будут события, связанные с председателем. Я не понимаю тогда, почему нужно ремонтировать фасад нашего представительства в ООН? Он так плохо? Потому что ООН – это одно из ключевых организаций, где будут проходить события, связанные с так называемым годом развития. То есть, только ощущение, что... 2015 год – это год развития. До этого дня в наше представительство в ООН вообще никто не заходит. Вы знаете, вы будете, может быть, иронизировать, может быть, это вам кажется смешно, но я еще раз хочу подтвердить. На протяжении последних четырех лет государственные службы, включая МИД, находились не то, что на сухом пайке, в режиме малокровия. Вы знаете, как... И, которое вы... Ну, как если... Я отвечаю, так сказать, жительнице Бауски. Вот примерно на таком же пенсионном пайке находились наши посольства. И просто у нас это падение было намного лучше, чем в Литве. Вы знаете, я вам скажу вам так, что в отличие... Вот у жительницы Бауски у нее нет такой возможности, как президентура. И чтобы, вот, скажем, под этой шапкой попросить себе больше денег на пенсию и на медикаменты, в отличие от Министерства иностранных дел. Ну, тогда так и скажите, что вы используете эти мероприятия для того, чтобы отремонтировать посольство, на которое иначе государству просто-напросто наплевать. Нет, я могу этот ваш вопрос повернуть другим образом. Поворачивайте. Давайте решим на государственном уровне референдумом, что Латвия отказывается от председательства в Союзе. Ну, почему так? Ну, не надо сейчас такое. Ну, теоретически, наверное, можно популизмом заниматься таким образом. Ну, в смысле сейчас занимаетесь популизмом? Вынести такой вопрос. Я бы хотела по-другому повернуть вопрос, который начал господин Георгий. Но если просто мы хотим отстаивать свои интересы на международном уровне, то для этого нужно отремонтировать фасад. В том числе и ООН, в том числе и Нью-Йорк. Это необходимо. Это с нашей точки зрения, с нашим анализом, нам... Господа, скажите, а вам вот такой метод расходования бюджетных средств под шапкой президентуры, ремонтировать посольства, только потому что их до этого никто не отремонтировал, окажется нормальным? Вы представляете Еврокомиссию? В принципе, мы не хотим, я не хотела бы комментировать внутренние дела Латвии. Подождите, нет. Потому что Министерство финансов и, так сказать, составляет бюджет, самоопределяет свой приоритет. Одна из задач представительства... Подождите. Тогда, подождите, я не кончила отвечать. Дайте мне договорить. Это не тот ответ, который я хочу услышать. Это другой вопрос. Тогда дайте мне договорить, может быть, вы что-то услышите отдельно. Подождите, одна из задач представительства Еврокомиссии заключается в том, чтобы передавать информацию о том, как общество, как средства массовой информации воспринимают действия страны в консекции Европейского Союза. Я вам говорю о том, что у журналистов есть большие подозрения, что Министерство иностранных дел ведет себя, мягко говоря, некорректно. Используя президентуру для того, чтобы отремонтировать те же посольства. Это та информация, которую вы должны передавать в Еврокомиссию в своих отчетах, говоря о настроениях общества. А вы мне говорите, что вы не хотели бы комментировать, и что вас это не касается. Мне кажется, что мы сейчас считаем, Прежде всего, вы как модератор могли бы дать мне возможность договорить. Договаривайте. Значит, слушайте. Во-первых, тот бюджет, который составляется латвийским правительством в соответствии с так называемым принципом европейского семестра или полугода, он уходит в Брюссель для того, чтобы его комментировали в Брюсселе. Это не работа нашего, так сказать, представительства, но это работа европейской комиссии в целом прокомментировать латвийский бюджет. Такие комментарии латвийское правительство получает. Я не уверена, насколько там, так сказать, каждая статья расходов изучается, но в целом бюджет изучается. Это первое. То есть самое главное это то, что латвийское правительство обеспечивает прозрачность бюджета. И если возможно, то европейские, так сказать, чиновники углубляются до такой степени, в какой у них хватает ресурсов. Что касается настроений, да, это моя прямая обязанность информировать Брюссель. Более того, обещаю, что ее проинформирую. И третье, о том, что есть вот такие подозрения от, так сказать, перерасходов бюджета, связанные с президентурой. Но по моим личным наблюдениям, например, сейчас в Латвии Италия является президентствующей страной. И посольство Италии, посольство здесь в Латвии, Италии, оно организует очень много мероприятий, связанных с президентурой. Точно так же вело себя посольство Греции. Я хочу сказать, что какие-то расходы. Мне не интересует, что делает Италия. Мне не интересует, что делает другая страна. Мне интересует, что если у нас строят мост, вот это уже мост, он должен быть золотым, а он почему-то там из асфальта бетона. Что если у нас строят библиотеку, то у нас строят библиотеку. Что если у нас проводят мероприятия, связанные с президентурой в ЕС, то это обязательно, но вот 100 миллионов евро и гораздо больше, чем другие по размерам такие же страны, которые также в первый раз проводили подобные мероприятия. Я об этом говорю. Мы очень много считаем, сколько что-то стоило. И мы опять, по-моему, убегаем от темы, для чего все это нужно и что нам это даст в длительной перспективе. Очень легко считать какие-то траты, которые есть. И очень сложно, естественно, говорить о том, что мы можем получить. И я должен сказать, что, наверное, говоря о цифровой повестке дня, Digital Agenda, перевел на русский, говоря о цифровой повестке дня, естественно, у нас достаточно большие ожидания. Мы ожидаем большую вовлеченность в процессы европейские. Мы ожидаем то, что нам предоставится возможность участвовать в форумах, в которых достаточно сложно было до этого участвовать. Мы ожидаем обмен опытом, которого не было. Но если мы будем говорить, сколько это нам даст, сколько это нам принесет денег, то это очень сложно посчитать. То же самое исследование КПМГ, оно, естественно, никаких конкретных цифр не приводит. Почему не приводит? Потому что это зависит, наверное, целиком от нас. Если мы будем сидеть в углу, если мы будем сидеть с менталитетом, что мы на периферии... То есть вас не смущает возможное нецелевое использование денег, о чем, кстати, говорил? Можете верить мне, не можете не верить мне, но о чем говорил госконтроль, предупреждая о том, что масштабы подобных действий, как со стороны МИДа, они могут быть и еще больше. Я думаю, смущает, как любого гражданина, когда оно доказано. Но просто сейчас я предложил бы в том числе говорить о тех плюсах, которые мы можем получить. Лучше говорить о приятном, чем... Лучше говорить о том, что мы сейчас, на чем мы должны сконцентрироваться. То есть я думаю, что есть люди, которым нужно концентрироваться на целевом использовании ресурсов. Я хотел бы, например, представлять конфедерацию работодателей. Если мы тратим такие огромные деньги, а опыт других стран говорит о том, что мы могли бы потратить меньше, но при этом у нас достаточно сложная бюджетная ситуация. Если бы общество, простите меня, постыдно для правительства не скидывалось на лечение девятилетнего мальчика, если бы у нас не бастовали бастовали или не готовились бастовать учителя и медики, требуя несколько миллионов дополнительно к бюджету на повышение зарплат, тогда бы у меня не было никаких претензий, тратим мы 100 миллионов, 200 или 300 миллионов евро. Но в данном случае я бы с вами поспорил. Вы так не считаете? Мне очень сложно комментировать, поскольку есть разные мнения по поводу тех цифр, которые... Я бы хотела все-таки вернуться к одному, о чем говорил господин Кейхрис, когда мы вкладываем деньги. Тут возникает вопрос, в чем вкладывает деньги Латвия? Мы, Литва, не создавала секретариат президентуры, насколько я знаю. Латвия создала секретариат. Во-первых, надо было бы людям объяснить, почему Латвия создала секретариат. И тогда отпало бы очень много вопросов. Почему у нас секретариата, а в Литве не было секретариата? Второй вопрос. Секретариат подготавливает людей, которые будут хорошими бюрократами, в хорошем смысле значения, понимающие Европу, понимающие работающие. Я очень довольна этим, как преподаватель вуза, что мои бывшие студенты сейчас получили более высокую квалификацию. Но в чем проблема? В июле у них кончается контракт. Это хорошо подготовленные люди, знающие Европу, знающие, как вести вас дальше, предпринимателей, они остаются без работы. Им латвийское государство работу не предлагает. У нас очень сейчас хорошо принято модель зарплаты учителей, модель развития международных отношений, модель, модель, модель. А модели для этих людей, на которых мы тратим, положительно тратим деньги, обучаем их, для них нет модели, что они будут делать после президентуры. И мне такое чувство, что произойдет то же самое, что когда мы готовим педагогов иностранного языка за госбюджет, они все потом переводят, работают в банке, но готовились за бюджет. Мне такое чувство, что мы сейчас подготавливаем, хорошо подготавливаем хороших специалистов, но не уйдут ли они потом работать в частный бизнес, но мы-то подготовили, вы получите за мои деньги, а что мне от этого? Почему я за бюджетные деньги должна готовить представителей хороших профессиональных работников для частного бизнеса? Знаете, я тоже учился за бюджетные деньги и работаю все время в частном бизнесе. А вот в этом и наша проблема. Мы за бюджетные деньги готовим врачей для Германии, для Норвегии, а в Латвии врачей нет, и делаем опять бюджетные вложения. Мы в Страдинском университете готовим хороших специалистов, вот вам один представитель, очень хороший представитель, который сами платит за свое обучение, но потом работает в государстве. Знаете, я буду очень рад, если после вот этого президентства в Латвии появятся люди, которые будут уметь работать с Европейским Союзом, которые будут понимать, как работает Европейский Союз и будут работать, в том числе, в частных предприятиях и помогать нам в Европейском Союзе. Можно немножко внести ясность? Можно? Вопрос очень правильно поставлен, просто чтобы успокоить зрителей. Во-первых, большая часть, львиная доля. тех фондов, которые ушли на обучение, порядка, я на вскидку скажу, где-то 80%, это произошло обучение наших работающих, чиновников, разных звеньев, в министерствах, ведомствах, посольствах и так далее. Что касается, они, естественно, естественно, мы делаем это первый раз. Я уверен, что какие-то ошибки были сделаны. Но 80% средств на обучение ушло для тех людей, которые останутся работать. Хочу всех успокоить, никто не будет уволен. Что касается конкретно секретариата. Сначала он был создан как отдельная институция, теперь он интегрирован в МИД. И часть работников секретариата будет, она изначально из МИДа, и она вернется в МИД. Кто-то, может быть, пойдет с вами.